Здравствуйте! Сегодня на лекции аудирования мы с вами будем отвечать на вопросы, а именно выбирать правильный ответ на вопрос и также попрактикуемся в составлении простых вопросов. На лекции чтения мы попытаемся объединить слова в категорию или в одну определенную тематику. Также мы будем практиковаться в нахождении предложения по смыслу, совпадающим с текстом. Давайте переведем на русский язык. Итак, чтобы найти правильный ответ, сначала нужно попробовать ответить самому. Если вас спрашивают «Вы учитесь?», то как обычно вы отвечаете? «Да, я учусь», «Не, комбурэль хэо», либо «Нет, я не учусь», «А нео», «Комбурэль а нео». Теперь давайте посмотрим на четыре варианта ответов и посмотрим, есть ли наш ответ в них. Номер один. Не, комбурэль хэо. «Да, я учусь». Номер два. А нео, комбурэо. «Нет, это учеба». Номер три. Не, комбурэль а нео. «Да, это не учеба». Номер четыре. А нео, комбурэль чуа хэо. «Нет, мне нравится учиться». Итак, вы заметили, наш ответ есть среди вариантов. Чонгдап. Это номер один. Не, комбурэль хэо. Итак, комбурэль хэо. Не, комбурэль хэо. Теперь давайте к остальным трем вариантам попробуем составить вопросы. Если ответ «Нет, это учеба», то какой же вопрос? Может быть, можно спросить «Это экзамен?» Тогда получается «Сеомея? А нео? Комбуэя». Давайте посмотрим на вариант три. Ответ был таков. Не, комбуга а нео. «Да, это не учеба». То есть нужно спросить что? «Это не учеба?» Комбуга а нео. «Не, комбуга а нео». И номер четыре. Был ответ «А нео, комбурэль чуа хэо». То есть «Нет, мне нравится учиться». Чтобы получить такой ответ, нужно спросить «Вам не нравится учиться?» «Комбурэль сиро хэо»? А нео. «Комбурэль 좋아 хэо». 1번. САЖЕНИ ИССАЮ? Итак, давайте переведём на русский язык. САЖЕНИ ИССАЮ? У вас ЕСТ СЛАВАРЬ? Как бы вы ответили на этот вопрос, можно ответить «Да, у меня есть словарь?» «Не, САЖЕНИ ИССАЮ?» Либо «Нет, у меня нет словаря». «Анио, САЖЕНИ ОПСАЮ». Теперь давайте посмотрим на четыре варианта и есть ли в них наш ответ. Номер один. «Не, САЖЕНИ МАНАЮ?» «Да, у меня много словарей». Номер два. «Не, САЖЕНИ ОПСАЮ?» «Да, у меня нет словаря». Номер три. «Анио, САЖЕНИ ЕЁ?» «Нет, это словарь». Номер четыре. «Анио, САЖЕНИ ЧУАЮ?» «Нет, словарь хороший». Итак, к сожалению, в этих четырёх вариантов нет нашего ответа, так как мы ответили «Да, у меня есть словарь», «Нет, у меня нет словаря». Но есть похожий по смыслу. Это «Не, САЖЕНИ МАНАЮ?» То есть, есть ли у вас словарь? «Да, у меня много словарей». Получается, 정답 номер один. «Не, САЖЕНИ МАНАЮ?» Теперь давайте попробуем составить вопросы к другим вариантам. Номер два. Если ответ таков. «Не, САЖЕНИ ОПСАЮ?» То есть, «Да, у меня нет словаря». Какой же вопрос? Вопрос будет звучать как «У вас нет словаря?» «Да, у меня нет словаря». Получается. «САЖЕНИ ОПСАЮ?» «Не, САЖЕНИ ОПСАЮ». Номер три. Ответ такой. «Анио, САЖЕНИ ЕЁ?» «Нет, это словарь». Можно спросить «Это книга» и получить ответ «Нет, это словарь». Номер четыре. «Анио, САЖЕНИ ЧОВАЮ?» «Нет, словарь хороший». То есть, получается вопрос такой. «Словарь нехороший?» «САЖЕНИ ОПСАЮ?» «Анио, САЖЕНИ ЧОВАЮ?» Прежде чем найти правильный ответ, давайте ответим на этот вопрос. Мы как можем ответить «Да, яблоки дешевые». «Не, САЖЕНИ ОПСАЮ?» Либо мы можем ответить «Нет, яблоки дорогие». «Анио, САЖЕНИ ОПСАЮ?» Теперь давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. «Не, САЖЕНИ ОПСАЮ?» «Да, яблоки маленькие». Номер два. «Не, САЖЕНИ ОПСАЮ?» «Да, есть яблоки». Номер три. «Анио, САЖЕНИ ОПСАЮ?» «Нет, яблоки дорогие». Номер четыре. «Анио, САЖЕНИ ОПСАЮ?» «Нет, это не яблоки». Итак, наш ответ был среди вариантов. Это номер три. «Анио, САЖЕНИ ОПСАЮ». Давайте теперь попробуем подобрать вопросы к другим ответам. Номер один. «Не, САЖЕНИ ОПСАЮ?» «Да, яблоки маленькие». Можно задать такой вопрос. «А яблоки маленькие?» «Да, яблоки маленькие». САГУАГА ЧАГАЙО? «Не, САГУАГА ЧАГАЙО». Номер два. «Не, САГУАГА ИССАЮ?» «Да, яблоки есть». Можно спросить «Есть яблоки?» «САГУАГА ИССАЮ?» «Не, САГУАГА ИССАЮ». Номер четыре. «Анио, САГУАГА АНИЕО». «Нет, это не яблоки». Можно спросить «Это не яблоки?» И это будет звучать как «САГУАГА АНИЕО». «АНИЕО», «САГУАГА АНИЕЕО». САМ БОН. «ЧУМАЛЕ ОДИ ГАССАЮ?» «ЧУМАЛЕ ОДИ ГАССАЮ?» «КУДА ВЫ ХОДИЛИ НА ВЫХОДНЫЕ». Давайте для начала попробуем ответить сами на этот вопрос. Обычно отвечаем как «ХОДИЛА» и называем «МЕСТО». Это получается «МЕСТО Э ГАССАЮ». То есть прозвучит какое-то место и Э ГАССАЮ. Давайте теперь посмотрим, есть ли такой ответ среди данных вариантов. Номер один. «ОДЕ ГАССАЮ?» «ВЧЕРА ХОДИЛА». Номер два. «ГОН ВОН Э ГАССАЮ?» «ХОДИЛА В ПАРК». Номер три. «ТУН САНГИ ГАССАЮ?» «МЛАДШИЙ БРАТ» или «МЛАДШИЯ СЕСТРА ХОДИЛ» или «ХОДИЛА». Номер четыре. «ЧО АГО ГАССАЮ?» «ВМЕСТЕ СО МНОЙ ХОДИЛ» или «ХОДИЛА». Итак, помните, мы ответили на вопрос «МЕСТО Э ГАССАЮ?» «ЧОНДАБ». Это и есть наш правильный ответ. Номер два. «ГОН ВОН Э ГАССАЮ?» «ЧУМАР Э ОДЕ ГАССАЮ?» «ГОН ВОН Э ГАССАЮ?» «КОГДА?» «КОГДА ТЫ ХОДИЛА?» «ОНЗЕ?» «ОНЗЕ ГАССАЮ?» «ООЗЕ ГАССАЮ?» Номер три. «ТУН САНГИ ГАССАЮ?» «ТО ЕСТЬ МЛАДШИЙ БРАТ» или «МЛАДШИЙ СЕСТРА ХОДИЛА» или «ХОДИЛ». Получается «КТО ХОДИЛ?» «ДУГА ГАССАЮ?» «ТУМ САНГИ ГАССАЮ?» Номер четыре. «ЧУАГО ГАССАЮ?» «ВМЕСТЕ СО МНОЙ ХОДИЛ» или «ХОДИЛА?» Итак, «ВМЕСТЕ СО МНОЙ ХОДИЛ» или «ХОДИЛА» — это ответ. А вопрос получается «С КЕМ?» «ВМЕСТЕ С КЕМ?» По-корейски это будет как «ДУГО ГАССАЮ?» «ЧУАГО ГАССАЮ?» «С КЕМ ХОДИЛА?» «ВМЕСТЕ СО МНОЙ ХОДИЛ» или «ХОДИЛА?» СА БОН. «МУСЫН УНДОМЫЛ БЕУГО ИССАЮ?» «МУСЫН УНДОМЫЛ БЕУГО ИССАЮ?» «Каким видом спорта вы занимаетесь?» «БЕУДА» — это «УЧИТСЯ». То есть можно перевести на какой вид спорта вы учитесь, но лучше сказать, каким видом спорта вы занимаетесь. Мы смотрим на слова в вопросе, и также эти слова можно увидеть в ответе. Скорее всего, ответ будет такой. Вместо слова «УНДОМ» будет определенный вид спорта, винительный падеж «ЫЛ» и затем «ПЕУГО ИССАЮ?» «Я занимаюсь» и дальше будет название «спорта». Теперь давайте посмотрим на четыре предложенных варианта. Номер один. «АЧИМЕ ПЕУГО ИССАЮ?» «УТРОМ ЗАНИМАЙСЬ». Номер два. «СУЮНГУЛ БЕУГО ИССАЮ?» «Я учусь плавать». Номер три. «ЧИНГУАНТЕ ПЕУГО ИССАЮ?» «Я учусь у друга или подруги». Номер четыре. «УНДОМ ЗАНГЕСАО ПЕУГО ИССАЮ?» «Я занимаюсь в спортивном зале». Итак, как бы мы ответили, мы назвали вид спорта и сказали «БЕУГО ИССАЮ?» либо «БЕУГО ИССАЮ?» У нас как раз есть такой ответ. «ЧОНГДАП». Это номер два. «СУЮНГУЛ БЕУГО ИССАЮ?» «БУСЕН УНДОНГУЛ БЕУГО ИССАЮ?» «СУЮНГУЛ БЕУГО ИССАЮ?» Теперь давайте попробуем составить вопросы к другим вариантам. Номер один. «АЧИМЕ БЕУГО ИССАЮ?» «УТРОМ ЗАНИМАЙСЬ?» Вопрос может быть каким? «Когда?» «Когда вы занимаетесь?» «ОНЗЕ БЕУГО ИССАЮ?» «АЧИМЕ БЕУГО ИССАЮ?» Номер три. «ЧИНГУ ГАНТЕ БЕУГО ИССАЮ?» «Я учусь у друга или подруги». То есть вопрос «У кого?» «У кого вы учитесь?» «ДУГУ ГАНТЕ БЕУГО ИССАЮ?» «ЧИНГУ ГАНТЕ БЕУГО ИССАЮ?» Номер четыре. «Я занимаюсь в спортивном зале». Получается, это место. «Где?» «ОДИЕ САЮ БЕУГО ИССАЮ?» «Где вы занимаетесь?» «УНДОНЗАНЬЕ САЮ БЕУГО ИССАЮ?» «Давайте переведём на русский язык». «Есть яблоки». И так же есть «груши». Нам нужно ответить на вопрос «О чём говорится в тексте?» То есть определить категорию. Давайте сначала найдём ключевые слова, которые можно объединить в одну категорию. В первом предложении это будут «сагуа» — «яблоки», а во втором предложении «пе» — «груша». Теперь давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Итак, у нас есть «яблоки» и есть «груши». В какой категории их можно определить? К фруктам. «Чонгдап» — это третий номер «кваэль» — «фрукты». Теперь давайте посмотрим на другие категории. Номер один «йоэль» — «дни недели». К дням неделям какие слова можно определить в эту категорию? Это будет либо «понедельник», допустим «вторник», «ворьоэль», либо «хвайоэль», «среда» и так далее. Номер два «комбу» — «учёба». В категорию «учёба» могут относиться такие слова, как «хаккё» — «школа», «кёгасо» — «учебник». В категорию номер четыре, в варианте номер четыре «сэнель» — «день рождения» могут относиться такие слова, как «сонмоль», «подарок», «пати», «вечеринка», «чуды» — «приглашение». Давайте вместе переведём на русский язык. «Он ирэн, ирволь, ириримнида» — «сегодня 1 января», «дэйрэн, ирволь, ииримнида» — «завтра 2 января». Ключевые слова в первом и втором предложении будут «ирволь, ириль» — «1 января», и во втором предложении «иоль, ииль» — «2 января». Теперь давайте посмотрим, какие четыре категории нам даны для ответов. Номер один — «нальча» — «дата», номер два — «пангхак» — «каникулы», номер три — «ачим» — «утро», номер четыре — «хару» — «день». Итак, 1 и 2 января относятся в какую категорию? «дата». Правильный ответ номер один. Давайте теперь посмотрим на другие категории. Итак, «каникулы» — «пангхак». К этой категории могут относиться слова как «йогень» — «путешествие», «сида» — «отдыхать». К категории «ачим» — «утро» могут относиться такие слова, как «ожон» — «дообеда», «хе тыда» — «восхождение солнца», «восход». В категории «хару» — «день» могут относиться такие слова, как «ачим» — «утро», «чомщим» — «обед», либо «чанёк» — «вечер». Давайте переведём на русский язык. Итак, ключевые слова в этих предложениях. Теперь давайте посмотрим на четыре варианта категорий. Итак, такие слова, как 아버지 и 어머니, мама, папа, относятся к одной категории. Если их объединить, получаются родители. И это будет ответ номер два. Теперь давайте посмотрим на другие категории. У нас было слово кухян, родина. К этой категории могут относиться такие слова, как теунада, родиться, либо может быть какое-то название места, чхангсоирим. К категории пингвон, больница, могут относиться такие слова, как иса, доктор, хванца, больной, чирё, лечить. Ну и категория оппа, это как бы одно слово, а даже не категория. Просто переводится как старший брат. И категория относиться, к сожалению, не может. Давайте переведём на русский язык. Итак, ключевые слова в этих предложениях будут Давайте теперь посмотрим из четырёх вариантов категории, какой категории они принадлежат. Номер один. Дальёк. Календарь. Номер два. Чумаль. Выходные. Номер три. Ёрым. Лето. И номер четыре. Озён. Первая половина дня. Итак, тоёй и рёй. Это суббота и воскресенье. Эти два слова можно заменить на одно. Выходные. Чонгдаб. И это номер два. Чумаль. Давайте посмотрим на другие слова. Итак, в категорию талёк, календарь, могут относиться такие слова, как январь, или, допустим, март, апрель, то есть название месяца. Это может быть ирволь, саоль, там, сибиоль, и также даты. В категорию ёрым, лето, могут относиться месяцы, июнь, июль, август. Ёоль, тирволь, пароль. Также такое слово, как жарко. В категорию о джон, первая половина дня, могут относиться слова, такие как очим, утро, чомсим чон, до обеда. Давайте переведём на русский язык. Итак, чтобы ответить на задание, давайте выделим ключевые слова. Ключевыми словами будут, че сэнь ель, моё день рождения, чингуа, вместе с другом, баб и патти, покушала и праздник у нас был. Чингу, друг или подруга, янгмарэль сачёсымнида, купил или купила мне носки. Теперь давайте ответим на вопрос, из каких четырёх вариантов более точно подходит по смыслу к тексту. Номер один, че нэн сэнь ель сэнгморэль патасымнида, я получил или я получила подарок на день рождения. Номер два, че нэн онэль чингу янгмарэль сасымнида, я сегодня купил или купила носки другу или подруги. Номер три, че нэн ка чё куа сэнгэль паттирэль хэсымнида, я устроил или я устроила праздник на день рождения с семьёй. Номер четыре, че нэн сёк пинь гаку чингу вас сиксайсымнида, я и покупки сделал или сделала, и покушала с другом и подругой. По ключевым словам мы знаем, что у этого человека день рождения, что они вместе покушали, и что друг или подруга подарили носки. Че нэн, получается правильный ответ номер один, че нэн сэн сэнгморэль патасымнида. В сегодняшнем тексте у нас была грамматика. Она нам поможет в соединении двух действий или даже двух предложений. Она обозначается как го. Обычно это два действия. Какое-то действие вы сделали и какое-то у вас второе действие. Вы их соединяете, между ними ставите го. Например, я купила что-то или купил что-то в магазине и пошёл, пошла домой. Давайте для начала переведём на русский язык. Итак, нам нужно ответить на задание. А именно, выбрать правильный по смыслу с текстом ответ из четырёх вариантов. Для этого давайте сначала посмотрим на ключевые слова в тексте. Ключевые слова будут такими. Оте, вчера. Хёнггва, со старшим братом. Ски-чан-е, ча-ум. Первый раз на лыжном курорте. Следующие ключевые слова будут. Было много людей, катающихся на лыжах. В следующем предложении ключевые слова будут. Ури, мы, ски-чан-е, катались на лыжах. Теперь давайте посмотрим на четыре предложенных варианта. Номер один. Я часто езжу на лыжный курорт. Номер два. Я вчера катался на лыжах. Номер три. Я встретил старшего брата на лыжном курорте. Итак, у нас были ключевые слова, что этот человек со старшим братом первый раз был на лыжном курорте. Там было много людей, и они катались на лыжах. Получается правильный ответ. Я вчера катался на лыжах. Давайте посмотрим на лексику к этому тексту. У нас было слово ски-чан. Переводится как лыжный курорт. Чоум. Первый раз. Впервые. Чильгопта. Радостно. Или можно перевести как весело. Давайте для начала переведем текст на русский язык. Чо-ны йоури-рэль бутамнита. Я не умею готовить. Крэсо паэтэму мэээль каждый день сиктанэсо пабыль моксэмнита. Я ем столовый для студентов. Хакцэнг сиктанэн умси капси са-го. Столовая для студентов. Еда дешёвая. Кимкинчига масяцэмнита. И вкусная кимчи. Чтобы ответить на задание, давайте для начала выделим ключевые слова. Ключевые слова в первом предложении будут такими. Йоури-рэль бутамнита. Не умею готовить. Во втором предложении ключевые слова будут. Мэээль каждый день. Хакцэн сиктанг. Столовая для студентов. Моксэмнита. Кушаю. И в последнем предложении ключевые слова. Умсик. Еда. Са-го. Дешёвая. Кимчига масяцэмнита. И вкусная кимчи. Теперь давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. Хакцэн сиктангэн чоккэм бистамнита. Столовая для студентов дорогая. Но как мы помним по ключевым словам, у нас столовая для студентов была дешёвая. Номер два. Хакцэн сиктангэн кимчига опсымнита. В столовой для студентов нет кимчи. Но как мы помним по ключевым словам, было сказано, что кимчи вкусная. Номер три. Чё нэн. Хакцэн сиктангэй нальмадакамнита. Я каждый день хожу в столовую для студентов. По ключевым словам мы помним, что этот человек каждый день кушает в столовую для студентов. Но давайте посмотрим ещё на последний вариант. Номер четыре. Чё нэн. Масинэн эмсигэл чайл мандымнита. Я хорошо умею готовить вкусную еду. Но наше ключевое слово было «не умею готовить». Чё нэн. Значит, правильный ответ номер три. Чё нэн. Хакцэн сиктангэй нальмадакамнита. Теперь давайте посмотрим на лексику. В тексте нам встретилось слово «сиктанг», которое может быть переведено по-разному в зависимости от подтекста. Сиктанг можно перевести на русский язык как «ресторан», «столовая», «закусочная». Также нам встретилось слово «кимчи». Кимчи – это острая солёная капуста, которая ставится каждый раз, когда корейцы кушают. Сегодня на лекции аудирования мы с вами научились правильно отвечать на простые вопросы. При похожем задании на экзамене, прежде чем посмотреть на ответы, попробуйте сначала сами ответить на вопрос. Это поможет вам выбрать правильный ответ. Также при выборе ответа обязательно обратите внимание на грамматику в опросе, так как в большинстве случаев такая же грамматика будет и в ответе. Сегодня на лекции чтения мы научились находить слова, которые можно объединить в одну категорию. Например, яблоко, груша, дыня и так далее относятся к фруктам. А также по ключевым словам в тексте мы попрактиковали снахождение верного ответа. Спасибо и всего вам хорошего!